Мы продолжаем с вами изучать тему местоимения. Сегодня мы рассмотрим разряды местоимения. Возвратное местоимение – это одно единственное – себя. Что оно означает? По своему значению оно похоже на возвратный глагол с частицей «ся». Оно тоже обозначает, что действие, совершаемое кем-то, направлено на само действующее лицо. Действие как бы возвращается к действующему лицу. Поэтому местоимение и получило название «возвратное». Давайте рассмотрим следующие картины. Вот давайте рассмотрим эту картину. Что мы видим? Идет какой-то праздник. Видимо, этот праздник связан с водой. И девочка облила себя водой. Или ее, наверное, облили. Нам не видно. Но девочка облила себя водой. Видите, здесь у нас местоимение. Именно она себя облила водой. При помощи кого-то. А здесь у нас местоимение себя. Возвратное местоимение. А теперь давайте рассмотрим эту картину. Вот я протягиваю. Что мы видим? Что девочка пьет воду, и вода у нее растекается. И она, видимо, пойдет уже поплаку. Видит, что она в чем одета. И здесь мы пишем, девочка облилась водой. То есть она сама облилась водой. И вот эта частица, возвратная с с мягким знаком, она очень похожа на возвратное местоимение себя. Поэтому и говорят, что у глагола возвратная частица с с мягким знаком и леся похожа на местоимение возвратное себя. То есть и в этом случае она облила себя водой, а здесь она облилась. Значить случайно или неосторожно. Возвратное местоимение себя не имеет ни рода, ни числа и не имеет именительного падежа. Себя начинается с родительного падежа. Именительного нет родительный. Кого? Себя. Дательный. Кому? Себе. Винительный. Как и родительный. И так далее. То есть у него нет именительного падежа. Значит, возвратное местоимение понятно. Дальше у нас разряд «Притяжательные местоимения». Само слово говорит, что это местоимение принадлежит к чему-то и указывает на какой-то признак. К нему относятся местоимения «мой», «твой», «наш», «ваш», «ваш», «свой». И отвечают, и задают к ним вопросы, чья, чья, чьё, чьи. Но эти местоимения имеют и род, и число. Давайте рассмотрим. Мой дневник – это в единственном числе и в мужском роде. Моя тетрадь – это женский род, тоже в единственном числе. Моё сочинение – средний род, единственное число. И теперь давайте рассмотрим, как же они, значит, во множественном числе – мои дневники, мои тетради и мои сочинения. Посмотрим внимательно на эту картину. Кого мы видим? Мы видим нашего знаменитого молодого танцора Атая Умусакова. Видите, он улыбается, он доволен чем-то. И мы составили предложение. Наш Атай превосходно выступил на международном фестивале Чехии. Нам нужно найти притяжательное местоимение. Атай чей наш? Предложение, а мы же знаем, что вопрос чей какой – это вопрос определения. Предложение, он является определением. Значит, видите, у нас такие молодые, молодцы парни. Вот Атай, еще есть у нас певцы, многие, Омар, Мирбека, Табеков, которые заняли почетные места. Следующий разряд у нас – отрицательные местоимения. Это что за местоимения? Это никто, ничто, некого, никуда. Они указывают на отсутствие предметов и признаков. Частица НИ, НИ, которая вошла в это местоимение и слилась уже в приставку образоваться, она пишется под ударением. А частица НИ пишется без ударения. Рассмотрим. Некого, видите ударение на первом слове? Никого без ударения. Нечему, вот у нас ударение. Ничему в конце. Негде, нигде, вот на последнем слове. Никакой и ничей всегда в предложении являются определением. Нигде, негде, никогда всегда являются обстоятельством. И так далее. И вот рассмотрим. Нигде не мерцал огонек. Где вопрос? Это вопрос обстоятельства. И мы подчеркиваем тире, точка тире, как обстоятельство. Давайте рассмотрим эту картину. Вот у нас в стороне, а нас осталось. Вот здесь. Что мы видим? Мы видим вечный огонь. И видим очень много людей, которые пришли на День Победы, вспомнить всех тех, кто отдал жизнь за спасение Родины. Вспоминают своих близких, вспоминают своих родных. Кто-то потерял там кого-то, своих близких. И поэтому эти дни никогда не забудутся. Поэтому мы давайте составим предложение. Что у нас получилось? Никто не забудет. Ничто не забудет. Какие у нас это местоимения? Правильно. И это у нас отрицательное местоимение. Только что мы сейчас с вами разобрали. Предложение никто. Давайте зададим к нему вопрос. Кто? Никто. Значит, он является подлежащим. Здесь что? Ничто. Тоже является подлежащим. Значит, что мы можем сказать? Что они, то есть, отрицательное местоимение, иногда могут выполнять и роль подлежащего, и роль обстоятельства, и роль определения. Просто нужно рассматривать по контексту. Итак, мы с вами рассмотрели возвратное местоимение, запомните еще раз, себя, притяжательное местоимение, мой, твой, наш, ваш, свой, и отрицательное местоимение, которое отрицают все предметы или признаки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!